Испокон веков Поэтому с середины 20 века стремительными темпами в военных и в мирных целях развивается атомная энергетика. И несмотря на известные минусы, ей нет достойной альтернативы. Для получения ядерного топлива приходится обогащать природный уран, в результате чего остаются большие объемы объединенного гексавторида урана, или ОГФУ. С конца 40-х годов прошлого века начало атомной гонки вооружений в мире накопилось без малого 2 миллиона тонн ОГФУ. Из них примерно половина — в России. Объемы мировых запасов продолжают расти, ежегодно увеличиваясь на десятки тысяч тонн. В США и в России ОГФУ хранят на открытых площадках заводов по обогащению урана, в специальных герметичных контейнерах, срок службы которых — около 100 лет. Но в то время как атомщики, в том числе такая авторитетная организация, как МАГАТЭ, признали, что ОГФУ — запас ценного многоцелевого сырья, экологи утверждают, что емкости с химически опасным веществом, подвергаясь природным воздействиям, могут корродировать, разгерметизироваться и создать угрозу для окружающей среды и человека. В науке есть понятия — редко реализуемые события, например, взрыв сверхновых звезд или крупные техногенные катастрофы. Их вероятность мала, но они происходят. Несмотря на меры безопасности при хранении ОГФУ, аварийная ситуация не исключена. Поскольку продукт, содержащийся в бочках, потенциально химически опасен, лучше его превращать в безопасные формы хранения, к примеру, в порошок, или утилизировать, но еще лучше перерабатывать, извлекая из этого процесса выгоду. Промышленная технология переработки ОГФУ, существующая на сегодняшний день во Франции, неприемлема для масштабного российского производства. Результаты будут малоэффективны, а затраты чрезвычайно высоки и неприемлемы. Это и является мощной мотивацией для обеспечения масштабной переработки ОГФУ по собственной, более действенной и коммерчески рентабельной отечественной технологии. Специалисты предприятия Госкорпорации «Росатом», ведущего научно-исследовательского института химической технологии ООО «ВНИИХТ», совместно с Российским химико-технологическим университетом имени Менделеева РХТУ, в рамках комплексного проекта, выполняемого по постановлению правительства Российской Федерации, ведут исследования в области разработки линейки технологий глубокой переработки ОГФУ. Прорабатываются подходы и направления, основанные на различных принципах. Некоторые из них могут выйти на первый план через 5-10 лет, но не стоит забывать, что в современном мире технологии меняются стремительно. Многие сегодняшние решения в вопросе глубокой конверсии ОГФУ важнейший задел на перспективу. В реализации проекта участвуют молодежь, ученые, аспиранты и студенты университета имени Менделеева. Решая реальные практические задачи, они с институтской скамьи нарабатывают профессиональные, опыт химиков-атомщиков, приобретают необходимые в их будущей работе навыки. РХТУ признателен ООО «ВНИИХТ» за привлечение к проекту, позволившему кардинально обновить материальную базу, оснастить лаборатории сверхсовременным научным оборудованием. В этом совместном проекте молодежь несет ответственность перед предыдущими поколениями, поднявшими отрасль и обороноспособность страны. Теперь очередь молодежи, продолжив их дело, не просто устранить опасное наследие атомного проекта, а создать зеленую, безотходную, экономически выгодную технологию переработки ОГФУ и, в свою очередь, оставить своим внукам и правнукам чистую планету. По данной технологии, состоящей из нескольких переделов, в первом ОГФУ переводится в твердофазный тетрафторид урана в виде порошка или гранул. В следующем переделе при взаимодействии тетрафторида урана с диоксидом кремния образуется тетрафторсилан и объединенная окись или закись окись урана, которую можно использовать в качестве сырья для производства новых, высокоэффективных радиационно-защитных материалов или в качестве топлива ядерных реакторов на быстрых нейтронах, будущего ядерной энергетики. Иными словами, зайки-сёкись безопасна при хранении и легче поддается контролю. Ставя перед собой задачу конверсии ОГФУ, ОАО в НИИХТ преследует цель решения нескольких проблем, главной из которых создание коммерчески выгодной для госкорпорации Росатом крупномасштабной технологии переработки ОГФУ. А экономической выгоды можно добиться исключительно за счет реализации извлекаемых с помощью технологии продуктов. К примеру, озонобезопасные второорганические вещества-хладагенты можно использовать в кондиционерах и холодильных установках, полученный в одном из переделов флюорид, используется в металлургии. Особенно ценно то, что в рамках проекта удалось впервые реализовать непрерывную технологию получения моноселана – CH4, H4 – источника поликристаллического кремния солнечного и электронного качества, который применяется в производстве от зажигалок до продукции высоких технологий. Это солнечные батареи, жидкокристаллические экраны, изделия микроэлектроники. По оценкам экспертов, мировой рынок кремния ежегодно растет на 25%, так что по предварительным расчетам только его реализация способна принести более 40 миллионов долларов чистой прибыли в год. Итак, целью проекта, разрабатываемого ООО «ВНИИХТ», является промышленная технология глубокой конверсии ОГФУ, способная обеспечить переработку около 300 тонн ОГФУ в год. Результат установит режим ненакопления ОГФУ, что сократит количество вредных веществ в России, а внедрение заводов, работающих по данной технологии, позволит решить задачу постепенного избавления от складов ОГФУ с последующей их ликвидацией. В данный момент ученые подошли к ответственному этапу – созданию опытной установки. Ими намечены контуры будущего производства. Но чтобы довести технологию до промышленных масштабов, необходимо многократно проверить надежность модулей, ее реализующих и технических решений, обеспечивающих ее радиационную и пожарную безопасность. Словом, проработать все нюансы. По предварительной оценке, затраты для получения продукции из ОГФУ по новой технологии в 7 раз меньше, чем при производстве такой же продукции другими известными методами. Новая технология дает возможность переводить ОГФУ в устойчивые химические формы, не только безопасные, но и коммерчески реализуемые. Значит, вложение средств в переработку ОГФУ по технологии ООО в НИИХТ – это инвестиции в здоровье, безопасность и энергообеспеченность будущих поколений. Редактор субтитров А.Семкин